9 мая в этом году наша страна отметила не в праздничных колоннах, как обычно. Из-за опасного вируса людям пришлось остаться дома, и все же в Новом Уренгое персональные поздравления с Великой Победой получили все ветераны Великой Отечественной. Фронтовые бригады в составе городских артистов и волонтеров исполнили песни военных лет прямо под окнами у седых защитников. А жильцы близлежащих домов смогли узнать, что рядом с ними проживают те, кто ковал победу в тылу и на фронте. Продолжение темы в сюжете. Праздник 9 мая начался, как всегда, с возложения цветов к вечному огню. И хоть в этот раз из-за пандемии мероприятие получилось немноголюдным, к мемориалу легли розы и гвоздики, как символ нашей памяти о тех, кто приближал Великую Победу. Мы должны помнить и передавать из поколения в поколение то, какой ценой досталась победа. Опасный вирус не дал ветеранам возможности выйти из дома, чтобы отметить День Победы так, как они привыкли. Но праздник сам пришел к ним. В каждый двор, где живут седые защитники. Из своего окна Клавдия Герасимова наблюдает за выступлением фронтовой бригады, которая организовала мини-концерт лично для нее. Импровизированная сцена «Машина-полуторка. Легенда военных лет». В репертуаре песни, уже ставшие народными. За всем происходящим наблюдают жители близлежащих домов. Вместе с артистами они поют «Катюшу» и кричат «Спасибо». Аплодируя седым защитникам, они вспоминают и своих воевавших дедов и прадедов. Смахивая с лица капли дождя или слезу, через окна общается с героями праздника и глава города. В этот раз поздравления только по телефону. Ничего не поделать. Ветераны защитили нас от врага в лихие сороковые. Теперь мы должны оградить их от опасного вируса. Дорогая Николаевна, искренне всей души, с Днем Победы вас. Огромное-огромное вам спасибо за то, что вы нам подарили возможность построить такой красивый город и сегодня воспитывать наши подрастающие поколения. Спасибо вам еще раз за великую победу и за то, что вы сделали для нашей страны и для нас. 22 адреса, где проживают городские ветераны. 22 выступления фронтовых бригад. Седые защитники принимают персональные поздравления. Победные песни, всеобщее ликование, громкое «Ура» – это все сегодня для них. Мы никогда не забудем подвиг наших соотечественников и славных тружеников тыла. И в этот день будем всегда вспоминать героев Отечества. С праздником, уважаемые горожане! С Днем Победы! Ура! 9 мая у Анны Васильевны Антиповой двойной праздник. День Победы совпал с Днем Рождения. В тяжелые фронтовые годы она работала дояркой, свинаркой, поднимала сельское хозяйство в послевоенное время. Именинница с удовольствием слушает выступления городских артистов. У нее под окнами фронтовая бригада исполняет любимые песни. Артисты выкладываются по полной. Поздравлять ветерана волнительно и почетно. Это день победы, порога права. Это праздник, сединою на листах, это радость. Спасибо большое, что не забываете. Спасибо. Я очень довольна, очень радостна. Мужчины самые любимые мои артисты. Спасибо, спасибо. Всем спасибо. Еще раз День Победы горожане исполнили вечером, после общенациональной минуты молчания. Когда во дворе микрорайона «Оптимистов» гармонист заиграл мелодию Давида Тухманова, а солисты запели о празднике с сединою на висках, знакомую песню подхватили десятки людей из своих окон. Это день победы, порога права. Масштабное празднование 75-летнего юбилея впереди. Когда отступит коронавирус, вся страна еще раз поздравит ветеранов, завоевавших для нас мир, и вместе с ними исполнит День Победы. Ксения Белозерова, Людмила Завгородний, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс».